Добрый день! Сегодняшний ролик мы начнем с новостей о судьбе ютуба на территории РФ. Вполне вероятно, его все же заблокируют. Но мы понимаем, что части зрителей будет некомфортно или даже невозможно смотреть нас на ютуб. В связи с этим мы приняли решение активно развивать и канал на платформе, ссылка будет в описании видео. Как альтернативу мы также запустим в ближайшее время бустю с минимальной подпиской и дублированием туда всего контента. Спасибо, что вы с нами! В компании Гордона Фримена. Но, поскольку Гордон не сильно разговорчив, в этой небольшой экскурсии в мир Half-Life вас будут сопровождать Штигли и канал Virgin Wizard Studio. Надеваем защитный костюм, берем в руки лом и начинаем. Начнем нашу историю с рассказа о Гейбе Логане Ньюэле. Он подрабатывал разносчиком газет, а позже посыльным телеграмм Western Union. Параллельно с этим увлекался программированием. После поступления в Гарвард он обнаружил, что уже знает большую часть учебного материала, поскольку ранее изучил его самостоятельно. Ему стало скучно. В 1983 году его заприметили Microsoft и убедились, что работать на такую компанию это гораздо лучшая практика, чем просиживать штаны в универе. Работая в Microsoft, Гейб продюсировал первые три версии Windows. Таким образом пролетели 13 лет его жизни. И вот однажды он снова заскучал. Ему хотелось чего-то нового и более интересного, чем создание операционной системы. Поворотным периодом стала середина 90-х, когда на ПК вышел Doom. Проект очень зацепил Гейба. В 95-м шутер был установлен на большем количестве компьютеров, чем новая операционная система Майков, Windows 95. Ньюэлл тогда сказал, Doom даже не продается в розницу. Он распространяется через доски объявлений и сарафанное радио. Для меня стало шоком, когда я понял, что Microsoft нанимала 500 человек в отдел продаж, а вся компания EAT состояла всего из 12 человек. Но она создала самую популярную игру в мире. В Microsoft Ньюэлл предложил портировать детище EAT на винду. Дядя Билл одобрил такую инициативу и назначил Гейба возглавлять разработку порта для Windows 95, что по мнению многих способствовало превращению винды в полноценную игровую платформу. Ну и конечно бонусом это помогло популяризировать как саму систему, так и шутер. Таким образом Гейб понял, что глотком свежего воздуха для него станет создание игр. А окончательным доводом для него стал переход в EAT его сотрудника Майкла Абраша для работы над Quake. В 96 году Гейб вместе с Майком Харрингтоном покинули Microsoft, чтобы основать компанию Valve. Первой игрой ребята захотели создать шутер, поскольку были вдохновлены Doom и Quake. Однако игрового движка у них не было. Они решили обратиться к EAT и лицензировать движок Quake. CarMax сопротивлялся недолго. В нагрузку айдишники поделились списком мододелов, хорошо знакомых с движком Quake. Ребята стали формировать команду и схантили специалистов из 3D Realms и самой Microsoft. Надо сказать, что компания получилась разношерстная. Например, Джон Гатри, который создал сцену катастрофы в начале игры, работал в компании интернет-провайдера, а по вечерам разносил пиццу. Его товарищ Стив Бонд подрабатывал на автостоянке, а Valve стал заниматься искусственным интеллектом противников. Кроме этого были еще парашютист, солист рок-группы, зубной протезист, татуировщик и даже юрист по патентному праву. В общем, если набить тату, а потом неудачно прыгнуть с парашютом и выбить зубы, то тебе поможет протезист. А если прям совсем неудачно приземлиться, то отпеть поможет рок-музыкант, а с документами подсобит юрист. Команда есть. Движок есть. Теперь нужен издатель. Valve улыбнулась удача. Их решил выслушать Кен Уильямс, основатель Sierra Online. Встреча заняла всего 30 минут, и издатель согласился. Правда, у него на это были свои причины. Во-первых, у Sierra не было в портфолио экшен-игр. Во-вторых, на заре 90-х сорвалась сделка по покупке компании IT. В-третьих, у Valve был в распоряжении последний движок от Quake, и при этом Гейб с командой были так убедительны, что Кен уверовал в то, что они смогут создать проект, способный потягаться с детищем айдишников. В итоге контракт был подписан, и парни принялись за разработку. Valve сразу сформировала две команды, работающие над разными проектами. Первый проект, Prospera, планировался как мрачная литературная игра, вдохновленная игрой Myst и работами Борхеса, а именно сборником рассказов о Лев. Игра начиналась как экшен от третьего лица с акцентом на исследование и сюжет, но со временем превращалась в многопользовательскую игру. Весь контент должен был быть связан через встроенную в игру библиотеку, которая связывала все миры. Героиня Prospera, известная как Библиотекар или Олев, использует механические пси-усилители, увеличивающие силы врожденных способностей для исследования миров. Имя Олев было выбрано также неспроста. В рассказе Борхеса описывается явление Олев, точка в пространстве, содержащая все другие точки и через которую можно увидеть всю Вселенную. Таким образом, основа всей игры – измерение, называемое начальным измерением, или измерение Олев. Внутри него находятся миры этой Вселенной, за которыми она присматривает. Основная концепция игры заключалась в наличии мультивселенной, скрытой внутри этого начального измерения. Игра была задумана как цифровой релиз с функциями поиска друзей, пользовательским контентом и другими знакомыми концепциями. Позже они были использованы в другом проекте Valve – Steam. Спустя много лет были опубликованы скриншоты проекта игры, на которых преобладали оранжевые оттенки, а разработчики заявили, что библиотекарь может путешествовать и управлять оранжевыми вселенными. А теперь посмотрите на коробку с диском Half-Life и коробку с коллекционным изданием второй части игры и другими проектами, которая называется The Orange Box. По словам Марка Лейдлоу, если рассматривать это с такой точки зрения, то каждая вселенная Valve, Half-Life, Left 4 Dead, Dota, Team Fortress теоретически существовали бы как отдельные миры в библиотеке Проспера. Как и любой другой мир, включая реальный, в котором мы живем. Кроме этого, разработчики выделили миры в синих тонах, которые взяты из библиотеки – основного центра игры. Таким образом, измерение Zen, которое будет в Half-Life, является границей, за которой Олев управляет всей мультивселенной. Голова идет кругом. Спустя год разработки проект Проспера был отложен. По сей день об игре ничего не известно. Второй проект Quiver должен был стать шутером от первого лица, похожим на Doom, где игрок отстреливал бы инопланетную заразу. Вдохновение было взято из рассказа Стивена Кинга «Мгла». Интересно, как бы смотрелось, если бы герой бегал от тварей разной крутости и за ними среди полок большого супермаркета? Кто смотрел экранизацию этого фильма, напишите в комментариях. Чуть больше полугода команда создавала концепт арт-проекта. В этот период произошла забавная история. Когда Гейб определился с жанром игры и команда была почти собрана, оказалось, что им не хватает художника. Один из членов команды вспомнил одного друга своего брата, который довольно неплохо рисовал. С ним связались и попросили сделать наброски монстров. Спустя время Тед, так звали художника, принес свое портфолио и зарисовки. Среди действительно пугающих существ выделялось одно, похожее на собаку с огромным фалосом. Когда Гейб это увидел, он только спросил, что это здесь у монстра по имени Мистер Фрэндли. Тед прямо ответил, это его пенис. Ньюэлл малость завис. Тед сказал, я долго думал, как можно напугать наших потенциальных клиентов, ведь многим из них от 14 лет, они уже видели всевозможных больших и страшных монстров с оружием в руках, так что это не сработает. Я думал об их страхах и решил сделать что-то, что вызовет гомофобию. Потом последовал рассказ, как Мистер Фрэндли будет постоянно изгибаться и захватывать игрока своими длинными руками-щупальцами до момента смертельной пенетрации. Спустя паузу Гейб сказал Теду, превосходно, это именно то, что я искал. После этого они стали обсуждать психосексуальное поведение монстров и клинически обоснованные нарушения юношеских сексуальных фантазий. Таким образом, Тед Бэкман стал концептуальным художником компании. Именно он создаст большинство монстров из мира Зен, а в дальнейшем всех персонажей альянса из второй части игры. Кстати, по задумке Мистер Фрэндли поедал поверженных врагов, а когда атаковал Гордона, выбивал оружие у него из рук. Кроме того, авторы хотели сделать так, чтобы от мощного удара главный герой терял очки, отчего зрение резко ухудшалось, но тогда реализовать эту идею оказалось слишком сложно. Финальную версию игры монстра не включили. А представьте, если бы его оставили в игре с первоначальной задумкой. Следующим шагом разработчики определили, что игра не будет тиром как Quake, а упор будет сделан на сюжет. Все карты и первоначальные концепты персонажей для проекта сначала разрабатывались на бумаге командой, названной Кабал. В нее входили мапперы, аниматоры, программисты и другие специалисты. Это был единственный способ гарантировать, что все доступные технологии будут использованы максимально эффективно на протяжении всей игры. А в середине 97 года к компании присоединился Марк Лайдлоу на должность сценариста. К тому времени он уже был опытным писателем с наградами. Так вот, именно Марк начал увязывать все наработки команды в единое целое, а поскольку он еще был программистом, то внес свою лепту в основу дизайна уровней. Он сосредоточился на рассказе истории через окружение, а также на постепенном погружении игрока в мир игры. Например, когда персонаж пытается взаимодействовать с учеными, они ему отвечают «не сейчас, Гордон», или когда герой наблюдает за разговором ученого и мужчины в костюме с дипломатом. Все задумки и концепты разработчиков уперлись в возможности игрового движка. Было принято решение о его глубокой переработке. Этим вопросом занялся Кен Бервелл. Он разработал и внедрил в движок скелетную анимацию, благодаря которой персонажи смогли плавно двигаться и открывать рот при разговоре. Также была добавлена поддержка Direct 3D. По словам Юэла, движок был переработан на 70%, а поскольку это довольно сильная переработка, он получил новое название – Gold SRC. Интересной задумкой стала разработка ИИ для солдат, которым занимался Стив Бонн. ИИ был разработан так, чтобы реагировать на действия игрока тактически. Это сделало бои увлекательными и разнообразными. Солдаты адаптировались к действиям игрока, что позволило каждому геймеру совершенствовать свои навыки и разрабатывать уникальные тактики. Разработчики были удивлены, когда солдаты начали принимать решения самостоятельно, а не просто стоять на месте. И мы предполагаем, что эта же технология легла в основу ботов в игре Counter-Strike. Порой с ними было очень тяжело играть. Скажем пару слов о главном герое. Изначально имя главного героя могло быть Иван Космобайкер – такой суровый бородатый мужик-ученый, чем-то напоминающий персонажа по имени Зеленый из мультфильма «Тайна третьей планеты». Однако потом персонажа переделали. Кстати, свою элегантную бороду герой получил от сценариста Марка. Имя главного героя выбирали долго. Первый вариант имени Дайсон Пуанкаре – от имени физика и философа Фримена Дайсона и французского математика Анри Пуанкаре. Однако гей предложил более благозвучное имя Гордон Фримен, а героя сделали физиком. Так, герой есть, лор вроде тоже наметился. Есть по сути новый движок и даже враги с искусственным интеллектом. Остается название. По этому поводу Гейб вспоминал. Выбирая название для игры, мы пытались соблюдать некоторые критерии. Оно должно было легко запоминаться, избегать калише в жанре и выделяться визуально. Мы проводили коллективное обсуждение некоторых идей и в конце концов выбрали Half-Life. Мы хотели передать дух научной фантастики, чтобы у игры был более глубокий смысл, чтобы она не ощущалась обычным тиром. Она должна была заставлять игроков задуматься. Итак, Half-Life. Мы остановились на этом названии. Оно казалось нам действительно крутым, хотя мы также раздумывали о названии Half-Death, Trip Hammer и Belly of the Beast. Название проекта также дополнили логотипом Лямбды, тем самым подчеркивая название игры с английского «Период полураспада». В свою очередь, взят символ был из концепт-арта второй героини по имени Миранда проекта Проспера. У символа оранжевая тона, что указывает на то, что мир Халвы один из карманных миров Алев. И вот на дворе 97-й год. Уже есть все перспективы для выпуска. Реклама крутится, демо проекта собирает призы на выставках, Сьерра потирает руки в предвкушении получения прибыли. А Гейб Ньюэлл смотрит на то, что получилось. Нет, чего-то не хватает, мне не нравится. Переделываем все по новой. Давай по новой, Миша, все хуйня. И разработка началась снова. ИИ опять перерабатывается, уровни разбираются и переделываются. В течение года Халва прошла через Ринкарнацию, и в ноябре 98-го года Half-Life наконец выходит в релиз. Сразу оговоримся, что будем говорить об оригинальных играх, без ремейков. Поскольку о сюжете уже рассказано из каждого утюга, мы коснемся его поверхностно. Сценарист и писатель-фантаст Марк Лейдлоу проявил свой талант на полную. Он придумал и описал место действия игры с учетом концепции сохранения реализма. Название исследовательского комплекса Black Mesa Research Facility или Черная Меза отсылает нас к горе в штате Оклахома, а также к ракетному испытательному полигону в США. На концепцию базы повлияло еще одно предполагаемое ранее название Black Boot, которая была отсылкой к реально существовавшей базе ядерных ракет Black Boot, расположенной в Монтане. В итоге мы получили научно-исследовательский комплекс, построенный вокруг заброшенной шахты запуска МБР времен Холодной войны в пустыне Нью-Мексико, состоящий из семи секторов, связанных между собой монорельсовыми дорогами. Комплекс полностью автономен и имеет связь с внешним миром посредством ЖД и автодороги. Все сотрудники проживают здесь же, и к их удобству все блага коммунального рая – прачечные, зоны отдыха и спорта, бассейн, библиотека, точки быстрого питания, кафетерий и многочисленные торговые автоматы. Кстати, по задумке разработчиков, в одной из столовых планировалась битва едой, однако эту сцену вырезали. Вот в такое место посчастливилось устроиться работать физику-теоретику Гордону Фримену. Сюжет раскрывается через диалоги с другими учеными, подслушанные разговоры и прочие различные подсказки, обнаруженные на протяжении игры. Проект постепенно погружает игрока в свой лор без катсцен в угоду постоянно изменяющемуся окружению. Чего стоит только атмосферное путешествие в вагоне монорельса на протяжении пяти минут. Когда оглядываешься по сторонам и видишь, как ездит погрузчик, шагает робот и о чем-то толкует ученый с мужчиной в костюме и дипломатом. Этот день не предвещал никакой беды, и Гордон позволил себе поспать на полчаса больше, забыв об эксперименте, который необходимо провести. И вот он добирается до лаборатории, где надевает свой знаменитый защитный костюм Хэп, Марк 4, из которого он не выберется еще очень долго. Далее следует к своему месту работы в Сектор Си для работы на антимасс-спектрометре. Гордон участвует в эксперименте с использованием таинственного кристалла, доставленного из другого мира. Однако в ходе эксперимента происходит сбой, приводящий к катастрофическому разрыву между измерениями, известному как каскадный резонанс. Этот инцидент открывает порталы между миром Халвы и миром Зен, населенным инопланетными существами. Постепенно комплекс Черная Меза наполняется различными враждебными существами, которые начинают атаковать всех на своем пути. Фримену предстоит выжить в этом хаосе, пробираясь через исследовательский комплекс полный угроз как со стороны пришельцев, так и военных, присланных правительством для зачистки комплекса и устранения всех свидетелей. Во время своего путешествия Гордон встречает различных персонажей, ученых и охранников, которые помогают ему на пути. Также герой неоднократно сталкивается с загадочным персонажем, известным как Джимен, который внимательно следит за действиями героя. К концу игры Гордон отправляется в мир Зен, чтобы уничтожить главного антагониста, Нихиланта, инопланетного лидера, ответственного за вторжение на Землю. Интересный момент. Имя главного злодея означает не только нигилизм, отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, но и цветок из-за вида его головы, которая открывается как лепестки у цветка. Внешний вид Нихиланта был вдохновлен рождением первого сына Гейба, поскольку он с женой считали роды очень пугающими. После победы над ним Гордон оказывается лицом к лицу с Джименом, который предлагает ему работу, подчеркивая, что его услуги пригодятся в будущем. Если Гордон соглашается, его жизнь сохраняется, если нет, его отправляют на битву, в которой ему не выжить. Каноном считается согласие Гордона на работу. Ни у кого не возникли вопросы, например, откуда ученый-физик знает, как обращаться с оружием, почему Гордон лично толкает тележку с кристаллом, а не робот. В комплексе полно ученых, а никто не догадался надеть на голову защитную каску или на худой конец кастрюлю, чтобы не цеплялись хедкрабы. Конечно, это все придирки, но полагаем, что Valve создала достойный продукт, в ту или иную степень заставив понервничать Ид и Кармака. Игровой процесс Half-Life напоминает другие игры жанра от первого лица, но выделяется множеством тонких особенностей, делающих его лучше остальных. Халва стремится дать объяснение многим аспектам, которые в других шутерах обычно остаются без внимания. Например, Фримен носит боевой костюм, что обосновывает наличие у него брони. Оружие и боеприпасы не разбросаны случайно по карте, нужно искать скрытые тайники и подбирать патроны с поверженных врагов. Также, хотя в игре присутствуют аптечки, основная часть здоровья и брони восстанавливается с помощью консолей на стенах. И, наконец, весь игровой процесс идет непрерывно, лишь с короткими паузами на загрузке. На момент выхода игра вызвала огромный интерес, благодаря искусственному интеллекту. Персонажи активно помогают игроку, ученые открывают двери, запускают разные процессы и дают рекомендации. А охранники помогут в некоторых ситуациях отмахаться от разной инопланетной нечисти. Например, если охранник встречает пришельца, он попытается помочь игроку, но часто терпит неудачу и погибает. В свою очередь, враги демонстрируют тактику. Например, если вы бросите гранату в солдата, он не только попытается уклониться, но и ответит вам собственной гранатой и градом пуль, стараясь устранить вас как можно быстрее. Бойцы пытаются обойти с флангов и выкурить Гордона из укрытия. Пришельцы же настойчиво преследуют игрока и скрыться от них будет крайне сложно. Сражения в игре реалистичны и динамичны, и зачастую ИИ действует быстрее, чем сам игрок. Инопланетяне объединяются в стаи, чтобы напасть на вас, а солдаты при необходимости вызывают подкрепление. Графика Half-Life на момент выхода была революционной и значительно отличалась от того, что предлагали другие шутеры. Движок создавал реалистичные и детализированные модели текстур и окружения. Игра отличалась детализированными уровнями, разнообразными локациями и впечатляющими визуальными эффектами, вроде освещения. Персонажи были отлично проработаны, особое внимание разработчики уделили лицевой анимации и мимике, что было редкостью для игр того времени. А их движения выглядят очень реалистично. Анимация персонажей и врагов была продвинута, что добавляло игре реализма и делало сражения более динамичными. В игре есть множество различных видов оружия, включая дробовик, автомат с подствольником, магнум. Ух, убойная штука. А с каким звуком стреляет? Отпад. Ракетница. Арбалет, он же снайперское оружие. Гранаты, мины с лазерным лучом, в то время их называли фотоаппаратами. Парочка видов инопланетного оружия и многое другое. Сразу вспоминается, как весело игралось по сети на карте Crossfire. Когда бегаешь между помещениями, отстреливая и забивая ломиком противников, устанавливаешь мины и фотоаппараты и при этом с верхнего этажа закидываешь врагов гранатами или стреляешь из ракетницы с лазерным наведением. Но всегда найдется умник, который побежит в бункер и активирует заветную красную кнопку, чтобы обнулить сразу всех, кто не успел спрятаться. Эх, были времена. Одной из ключевых особенностей Халфы – звук. Эффекты выстрелов и мощных взрывов впечатляют, но это лишь малая часть того, что предлагает игра. Игрок легко сможет определить, что поблизости находятся военные, услышав их переговоры по рации. Ученые и охранники будут общаться. Звук играет важную роль в создании атмосферы игры. После релиза игра получила высокие оценки критиков за уровень погружения, интерактивность и множество скриптованных эпизодов. Она завоевала более пяти десятков различных наград. Геймплей игры оказал сильное влияние на шутеры от первого лица, и она до сих пор считается одной из величайших игр всех времен. Продажи удивили всех. Гейб вспоминает. Наш первоначальный бюджет был рассчитан на продажу 180 тысяч копий за весь срок службы продукта. А что случилось? За первые восемь недель было продано 500 тысяч копий, а еще через 12 недель продалось больше одного миллиона. Это был просто ошеломительный успех. По каноничному сюжету Гордон исчезает вместе с загадочным Джименом. Кто этот мужик в костюме? Фанаты до сих пор строят теории, а Valve молчит. Поделитесь в комментариях своими догадками. Игроки, распробовав на вкус халву, захотели добавки. Разработчики это тоже поняли, а предложить что-то новое не смогли. Они наняли молодую студию Gearbox Software на создание трех дополнений. И подсказали им идею о прогулке по секторам Черной Мезы другими персонажами. Кстати, эти дополнения будут первой серьезной работой студии, а в будущем она станет более известной благодаря серии Borderlands. А у нас на канале как раз есть экскурсия в эту серию. Обязательно посмотрите. Первое дополнение Half-Life Opposing Force вышло в 1999 году. Действие дополнения происходит параллельно, примерно на половине приключения Фримена. Игрок берет на себя роль Адриана Шепарда, капрала специального подразделения морской пехоты США, направленного в исследовательский комплекс Черная Меза. Изначальная задача зачистить и уничтожить всех, включая ученых и Гордона. Однако все идет не по плану. Во время транспортировки в комплекс вертолет сбивают пришельцы. И Шепард оказывается в гуще хаоса, вызванного неудачным экспериментом по открытию межпространственного портала. В течение игры протагонист сталкивается как с инопланетянами, так и с людьми. Но его главная задача меняется. Теперь ему нужно выжить и выбраться. В процессе игры Шепард сталкивается с новыми врагами, которые не встречались в оригинальной Халфе, а также с неизвестной организацией, именуемой Черные Оперативники, задача которой – полное уничтожение комплекса и всех его свидетелей. На протяжении всей игры за Шепардом наблюдает Джимен, который, как и в оригинальной игре, манипулирует событиями и направляет главного героя. В итоге, несмотря на все препятствия, Шепарду удается выжить. Однако в финале игры Джимен отправляет Шепарда в стажис, оставляя его судьбу неизвестной. Дополнение немного разнообразило геймплей. Была добавлена возможность лазать по канату, связываться с другими солдатами по рации, а вместо фонарика добавили прибор ночного видения. Помимо старых пушек, добавили снайперскую винтовку, пулемет, плазменную инопланетную винтовку и еще несколько инструментов аннигиляции. Кроме этого, появилось два новых вида солдат – медик и инженер. Как вы понимаете, один лечит, а другой помогает открывать двери. Данное дополнение показывает события в черной мезе с другой стороны. Интересный момент. Если игрок последует за Гордоном Фрименом в портал в Зен, игра завершится сообщением о попытке нарушить ход событий. Наблюдение прекращено. Объект попытался создать временной парадокс. Так что так не делайте. Второе дополнение Half-Life Blue Shift увидела свет в 2001 году. В этом дополнении игроки берут на себя роль Барни Калхауна, охранника комплекса Черная Меза. Сюжет игры разворачивается параллельно с событием оригинальной Half-Life и Opposing Force. После начала катастрофы Барни оказывается отрезанным от внешнего мира и вынужден бороться за свою жизнь, пробираясь через разрушенные и опасные участки комплекса. По пути он сталкивается с различными видами инопланетян и военными, отправленными для устранения последствий инцидента. Единственный способ выбраться – воспользоваться старым прототипом телепорта, расположенным в старой части комплекса. Если он все еще и функционирует, с его помощью можно будет телепортироваться. Преодолевая многочисленные препятствия и сражаясь с врагами, Барни успешно помогает ученым подготовить телепорт для эвакуации. В финальной части игры ему удается активировать систему и вместе с учеными переместиться за пределы комплекса. Дополнение практически не добавило контента, здесь включили им новых карт. При этом из игры были удалены такие виды оружия, как арбалет, лазерные мины и прочее. Поскольку охранник не владеет специализированным костюмом, как Гордон или Шепард, ему недоступна зарядка брони. При этом он может собирать ее с мертвых охранников. Если предыдущие два дополнения были выпущены для ПК, то последнее, Half-Life Decay, вышедшее в 2001 году, было только на консоли PlayStation 2. Увы, ПК-версия была отменена с пометкой из-за возможных сложностей в управлении. А все из-за того, что проект подразумевает прохождение с другом по сети. Однако можно было проходить и в одиночку, при этом играя одновременно двумя персонажами. Необходимо было поочередно переключаться между ними с помощью клавиши G. При этом второй персонаж остается стоять на месте. В таких случаях планировалось сделать для него бота, но из-за сложностей он не был добавлен в финальную версию. Однако, если враг подходил к напарнице, оставшейся без присмотра, то она иногда начинала стрелять. Перейдем к сюжету. Джина Кросс и Калет Грин – члены той же исследовательской команды Черной Мезы, что и Гордон. Они отвечали за его экипировку во время эксперимента и за безопасность ученых Розенберга и Келлера. Игра начинается одновременно с событиями Халвы. Джина доставляет образец, который стал причиной катастрофы. Как и Фримен, Кросс и Грин вынуждены бороться за выживание после каскадного резонанса. Они помогают Розенбергу добраться до поверхности и вызвать военных для эвакуации, а также подготавливают спутник, который позже запускает Гордон, чтобы ослабить эффект резонанса. В конце игры они активируют маяк для закрытия пространственного разлома, но оказываются захваченные межпространственными потоками. Услышав голос Розенберга и видя Барни Калхауна, прыгающего в портал, они благополучно возвращаются к доктору Келлеру. Однако их дальнейшая судьба остается неизвестной после ядерного взрыва в Апоузинг Форс. ДиКей была заточена под кооперативный режим. Два игрока управляют Джиной и Калет, проходя игру в сплитскрине, сражаясь и решая головоломки, требующие совместных действий. Также дополнение отличается тем, что игра разделена на независимые миссии, а не представляет собой одно непрерывное повествование. Уникальной чертой является озвучка главных героинь, которые реагируют на события в игре, в отличие от других игр серии, где у персонажей обычно не было голосов. Также была доступна дополнительная миссия, где игроки могли поиграть за вартигонтов, растерзать врагов когтями в ближнем бою или бить электрической атакой на расстоянии. Все три дополнения позволили посмотреть игрокам на события оригинала с других сторон, при этом постарались не вносить неразбериху в общее повествование. В целом аддоны были встречены сообществом положительно, и игроки застыли в томительном ожидании продолжения истории Гордона Фримена. Пока одни ждали, другие решили создать всего ничего, несколько сотен модов. А все благодаря тому, что Valve не мешала независимым разработчикам и даже дала инструмент WorldCraft — комплект средств разработки, включающий в себя редакторы текстур, модели и уровней, которые были специально созданы для работы с Half-Life. Конечно, дело благое, но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что таким образом студия с одной стороны искала таланты, а с другой получала концепции для последующих игр. Ярким примером может служить Counter-Strike. Да, сколько же было проведено бессонных ночей в компьютерных клубах, в игру за контров или теров с любимым оружием М4 или АК. Автору текста даже вспомнилась одна история. Как-то с компанией нас занесло на ночь в один из клубов. Все бы ничего, только там оказалась группа довольно симпатичных девушек. У нас поначалу возник вопрос, что девчонки делают ночью в таком заведении, да еще и со своими наушниками, клавами и мышками. Оказалось, это была женская команда по Counter-Strike. Называли они себя CyberCats. Какая это была игра! Девочки играли против сборной команды игрового клуба. Это было незабываемо, когда мы были вооружены всем арсеналом, а не только пистолетами, ножами и гранатами. И как они нас делали? Справедливости ради, мы не в сухую продули и даже пару раундов выиграли. Прошло почти два десятка лет, а это событие до сих пор осталось в памяти. А какие были модификации? Чего стоит только мод Warcraft 3 с выбором раз? Эх, было время. Вот вам еще одна история из жизни автора. Компьютерный клуб. Опять же, контра. И вот один из игроков подрывается со своего места, хватает клавиатуру и бьет ей другого игрока. Завязалась драка, потом разборки и даже милиция. А причиной этому стала разница в скилле. Мораль истории. Оттачивайте свой скилл и тренируйте терпение. Расскажите в комментариях и свои истории, нам будет очень интересно почитать. Так вот, КС был изначально модом к Халве, а разработали его Мин Ли и Джесс Клифф. Valve увидели потенциал в моде, приобрели на него права, а ребят схантили себе в студию. В итоге все игровое сообщество получило легендарный мультиплеерный тактический шутер. Отдельными играми стали и другие первоначальные моды. Team Fortress Classic, Day of Defeat, Deathmatch Classic. Ну, а наверное самым заметным и ярким модом для Халвы можно назвать Brutal Half Life. Для любителей крови, расчлененки и кусков плоти, размазанных по стенам, самое то. Каждый может при желании найти на просторах интернета любой мод себе по вкусу. Пока Gearbox Software создавала аддоны к Халве, Valve не сидели без дела. Находясь на моральном подъеме после успеха Half Life, разработчики принялись за создание сиквела. Однако Гейб принял решение, что проект должен быть прорывным. А для этого требуется новый движок, и команда приступила к разработке. В начале 2000-х движок Source был готов. Он был создан с учетом модульности, что позволяло периодически обновлять его и постепенно улучшать функциональность. Однако такой подход требовал постоянных обновлений на стороне пользователя, что могло быть неудобно. Ранее игры устанавливались с дисков и обновлялись вручную через патчи, доступные на сайтах разработчиков. Ньювилл стремился избавиться от устаревшего подхода к обновлениям игр и отошел от разработки, чтобы сосредоточиться на другом проекте. Спустя время состоялся релиз дистрибуционной платформы, которую мы все с вами знаем как Steam. В то же время разработчики продолжали работать над движком Source, уделяя особое внимание продвинутым анимациям лиц персонажей и интеграции в него другого движка Havoc. Эти усовершенствования снова подняли планку в индустрии видеоигр. Следующая часть Half-Life прошла через годы разработки, и в процессе ее создания были рассмотрены различные концепции. Изначально планировалось путешествие по планетам и сражение с пришельцами, но в итоге разработчики отказались от этой идеи в пользу более оригинального сюжета. Они создали восточноевропейский город, в котором соблюдались все прелести режима инопланетной военной диктатуры. В процессе разработки аналогично первой игре команда разработчиков использовала метод Кабал и применяла мозговые штурмы, чтобы наглядно представить, как можно использовать новые инструменты движка Source. Геб периодически просматривал образцы проекта и предлагал улучшения со стороны, поскольку его обовлеченность в разработку была не такой, как раньше. К 2003 году, спустя 4 года разработки, Valve наконец была готова продемонстрировать прогресс, представив геймплейный трейлер на выставке E3. Визуальное Half-Life 2 не впечатлял так сильно, как его конкуренты, например Doom 3, но он все равно привлекал огромное внимание. Это произошло благодаря революционным физическим возможностям игры и невероятному вниманию к деталям окружения. Некоторые моменты были настолько хороши, что многие начали задаваться вопросом, не были ли некоторые сцены в игре пререндерами. В последующем ажиотаж вокруг Half-Life 2 только возрастал. Фанаты с нетерпением ждали даты релиза, которая планировалась на конец 2003 года. Однако буквально за неделю до выхода игры геймп делает заявление о задержке релиза. Заявление разочаровало фанатов, среди которых нашелся один очень сильно обиженный и любопытный, да еще и немножко хакер. Valve подверглась атаке. В итоге произошла крупная утечка данных, в результате которой в сеть ушли коды движка Source и незавершенная версия игры. После этого у разработчиков опустились руки, но все же собравшись, они решили довести проект до конца. По мере приближения новой даты релиза, компания начала активно рекламировать игру. Гейб понимает, что Half-Life 2 обещает стать хитом, и увидел в этом возможность продвигать платформу Steam. Кроме этого, принимается решение выпустить на новом движке популярные игры компании, такие как Counter-Strike и Day of Defeat. Также компания предприняла попытку портировать оригинальную Half-Life 2 на новый движок, но особым успехом это не увенчалось. Все эти игры стали первой серьезной причиной для установки Steam. В ноябре 2004 года Valve наконец-то выпустила долгожданную Half-Life 2. События игры разворачиваются спустя 20 лет после событий оригинала. Главный герой, Гордон Фриман, выходит из стазиса и оказывается в восточноевропейском городе Сити-17. Город находится под контролем расы инопланетян, известных как Альянс. Исследуя Сити-17, Гордон узнает, что во время его сна инопланетяне завоевали планету в так называемой Семичасовой войне, а выживших людей подчинили. Но все же некоторые сбились в группы и организовали сопротивление. Собственно, к партизанам Фриман и присоединяется с целью противостоять оккупантам. В игре встретятся персонажи из первой части, включая Барни Калхауна, Доктора Кляйнера и Илая. Кроме этого, к ним присоединяются новички, такие как Алекс Венс и ее робот-питомец Пес. Сюжет Half-Life 2 очень амбициозен, и это отражено в игровом процессе. Игроки больше не ограничены узкими коридорами лабораторного комплекса. Теперь они могут исследовать гораздо большие пространства, полные альтернативных путей и секретных мест, в которых можно разжиться приятными плюшками. Хотя игра все еще остается линейной, в этот раз ощущение исследования и открытия значительно усилено. Особенно благодаря большим локациям, в которых игрок управляет транспортными средствами, чего, увы, не смогли реализовать в первой части. Хотя по задумке игрокам хотели дать возможность управлять вертолетом. Несмотря на знакомые элементы из оригинальной игры, такие как порталы, существа из мира Зен и костюм Хеф, вторая Half-Life представляет собой совершенно новую игру. Мир наполнен деталями, множеством скриптовых сцен, расширяющих сюжет, а также повествованием через окружение. Красивые пейзажи восточноевропейской местности с элементами, напоминающими постсоветскую архитектуру, контрастируют с суровыми современными конструкциями цитадели Альянса, создавая уникальную атмосферу. Интеграция физики стала одним из самых значительных изменений в игровом процессе. Практически все объекты, не приколоченные к полу, можно использовать. Поднимать и носить с собой, либо взаимодействовать с ними с помощью нового гравитационного оружия. Это добавило интересных головоломок, где нужно учитывать вес объектов, чтобы открывать новые пути. Игроки могут использовать эту возможность для борьбы с врагами, бросая на них тяжелые бочки или использовать дисковые пилы как оружие. Несмотря на это новшество, игрокам все равно придется использовать и более традиционное оружие, такое как пистолет, дробовик, штурмовые винтовки и, конечно же, верного товарища Гордона, ломик. Противники тоже претерпели изменения. Основными врагами стали силы Альянса. Это военизированные отряды пехоты, мощные инопланетные машины и летающие дроны. Кроме того, появились новые враги, такие как муравьиные львы и хедкрабы, которые эволюционировали и стали еще более смертоносными и агрессивными. Half-Life 2 стал огромным успехом, превзойдя ожидания поклонников. Критики оценили игру на высший балл. Многие похвалили ее за отличное повествование и интересных персонажей, но, пожалуй, самым впечатляющим аспектом стала интеграция физики в геймплей. Этот успех не только укрепил позиции серии Half-Life, но и сыграл ключевую роль в развитии нового клиента Steam от Valve. С помощью таких игр, как Counter-Strike Source, Day of Defeat Source и, конечно же, Half-Life 2, платформа уверенно стартовала, а Valve показала всем разработчикам новую возможность для продажи игр. Они начали приглашать их для распространения своих игр в Steam, беря долю с продаж, и быстро стали лидерами на рынке цифровых игр для ПК. Пока вторая халва собирает критику и отзывы, в недрах компании кипит работа над совершенствованием движка Source, который улучшит анимацию лиц персонажей, искусственный интеллект и добавит эффекты HDR. Чтобы их продемонстрировать, спустя год Valve выпустила Half-Life 2 Lost Cost – демо с использованием старого сценарного материала для Half-Life 2. Помимо визуалов, демо тестировалась система комментариев. Когда в игре включена эта опция, игроки могут взаимодействовать с дополнительными элементами, чтобы прослушать комментарии разработчиков. Каждый комментарий длится от 10 секунд до минуты. В этих аудиозаписях разработчики рассказывают о том, что они видят в игре, объясняют, почему команда приняла те или иные решения, рассказывают о трудностях, с которыми столкнулись в процессе разработки и так далее. Позже эта система будет введена и в последующие игры. В 2006 году Valve заявляет, что будет продолжать развивать сюжет второй халфы и выпустит три дополнения. В этом же году выходит Half-Life 2 Episode 1. Оно продолжает события второй части. Гордон и Алекс стабилизируют поврежденное ядро цитадели, чтобы выиграть время до его взрыва, который угрожает уничтожить город и прилегающие территории. Затем им предстоит выбраться из Сити-17, охваченного войной, и по пути помочь эвакуировать оставшихся граждан. В отличие от основной игры, дополнение более сфокусировано на сюжете. Скриптовые события играют большую роль, а искусственный интеллект, особенно Алекс, реагирует на действия игрока. Хотя этот эпизод был короче основной игры, он все же был хорошо принят поклонниками. Многие похвалили его за историю и продуманный дизайн, а недосказанность заставила игроков ждать продолжения. Сильно долго ждать не пришлось, и в 2007 году выходит Half-Life 2 Episode 2. Заметим, что студия работала одновременно над двумя эпизодами. По сюжету Гордон и Алекс только что пережили крушение поезда и путешествуют по окрестностям, чтобы добраться до базы сопротивления Белый лес и доставить важную информацию о порталах Альянса, которая необходима для их закрытия и прекращения вторжения. Этот эпизод добавил больше важных сюжетных поворотов, например, упоминания об исследовательском судне Бориалис и компании-конкуренте Черной Мезы под названием Aperture Science, которая занималась изучением порталов. Также завезли новых врагов, таких как Охотник и Советник Альянса, но и эпическое сражение со страйдерами. Одним словом, фанаты затаили дыхание в ожидании третьего эпизода. Видя, что второй эпизод очень сильно зацепил игроков, Valve совершает очень интересный и странный ход. Она выпускает так называемый The Orange Box, сборник игр, в который вошли Half-Life 2 и его два эпизода, Portal и Team Fortress 2. Обратим внимание на игру Portal. Это экспериментальный проект, который задумывался как новый спин-офф головоломка, действие которого разворачивалось во вселенной Half-Life. Все заметили отсылку в конце второго эпизода, где упоминается судно и компания. Таким образом, разработчики решили расширить мир Халвы, связав тонкими сюжетными нитями и пасхалками два проекта. Давайте потянем за одну ниточку, чтобы попробовать понять связь между ними. Итак, как выше говорилось, Черная Меза и Аперчо Сайенс – компании-конкуренты. В игровой вселенной обе разрабатывают технологии, связанные с манипуляциями пространством и временем. В Мезе ученые разработали технологию телепортации в другие измерения, которая привела в итоге к каскадному резонансу и вторжению Альянса. Конкурент же сосредоточился на разработке технологии порталов для перемещения объектов в пределах одной реальности. Однако Аперчо Сайенс понимает, что уступают в гонке технологий и проводят эксперимент с судном Бориалис. Видимо, что-то пошло не так. В результате судно из дока исчезает и начинает произвольно перемещаться в пространстве и времени. Скорее всего, это отсылка к филадельфийскому эксперименту. Предположительно, на борту Бориалис находится технология, которая может оказать огромное влияние на исход борьбы с Альянсом. Не зря же его упомянули в конце второго эпизода. А следовательно, это делает его важным объектом в сюжетной линии Half-Life. Рекомендуем поклонникам вселенной Халфы сыграть в Портал, а после в комментариях написать, много ли вы нашли сюжетных связей между двумя проектами. Видимо, это тонкая связующая нить и повлияла на популярность сборника. Компания быстренько подсуетилась и выпустила к игре дополнение. Кроме этого, у Valve выстрелили и другие проекты, такие как Counter-Strike и Team Fortress 2. Понятное дело, что студия не планировала существовать за счет одной вселенной Half-Life, поэтому развивала и другие свои продукты. Несмотря на ажиотаж и внимание к сторонним проектам, поклонники полураспада все еще оставались в неведении после окончания второго эпизода. Они надеялись, что третий эпизод все же завершит или продолжит сюжет, но, к сожалению, этого так и не произошло. Проходит немного времени, и фанаты начинают бомбардировать Valve петициями и протестами, требуя информации о продолжении истории. Но студия хранила молчание. Игровое комьюнити, чтобы хоть как-то скоротать время ожидания, накрепало больше сотни различных модов к игре. Вот, к примеру, Entropy Zero. Дает возможность примерить на себя роль солдата Альянса в Сити-17, попытаться разобраться с повстанцами и наводить диктатуру. То есть поиграть за врага. Еще можно поиграть за повстанцев до событий в Сити-17, в другом городе, Сити-545, расположенном где-то в Азии, в моде под названием Зной. Хотите новое и страшное? Возьмите мод в силе Сайлент-Хилл и пощекочите себе нервишки. Забежим вперед на 10 лет. В этот период гейб и компания продолжают развивать иные проекты. Комьюнити начало строить разные теории. Например, что Valve отказалась от повествования эпизодами и решили выпустить полноценную третью часть, в которой действия развернутся в зараженном городе а-ля Resident Evil. Кстати, у нас на канале есть экскурсия, посвященная этой серии. Но, пожалуй, самое заметное событие, касающееся третьего эпизода, произошло аж в 2017 году, когда ведущий сценарист Half-Life Марк Лейдлоу, ранее покинувший Valve, делает интересный пост в своем блоге под названием «Послание 3». Название – это, очевидно, отсылка на эпизод 3. Кроме этого, в тексте изменены имена и некоторые названия. Например, Гордон Фримен становится Гертрудой Фремонд, а Алекс Венс становится Алексом Вонт. Аперче Сайенс становится научно-исследовательской базой острова Тосин. А Бореалис упоминается как Гиперборея. По сути, Марк опубликовал вариант сюжета не вышедшего третьего эпизода, в котором Гордон и Алекс отправляются к судну Бореалис, застрявшего во льдах Арктики. Они обнаруживают, что координаты, предоставленные Джудит Моссман, связаны с появлением и исчезновением судна. Их захватывают последователи Уоллеса Брина. Там же оказывается Моссман, с которой объединяется Алекс, и вместе им приходится решить, уничтожить судно или изучить его. Джудит погибает, а Алекс с Гордоном переделывают корабль в ракету и направляют на командный центр Альянса. Потом Джумен забирает Алекс, оставляя Гордона на Бореалисе, но в последний момент его спасают в Артигонте. В конце Гордон просыпается на пляже в далеком будущем. Таким образом остается неясным, удалось ли человечеству победить Альянс, а герой понимает, что все, кого он когда-то знал, давно исчезли. Примерно такой сюжет должен был быть у третьего эпизода, выход которого планировался на декабрь 2007 года. Но давайте вернемся обратно, в начало 2010-х годов. Все думали, что Valve забила на серию в пользу других проектов, но это оказалось не так. Студия стремилась сделать серию Half-Life инновационной. Одной из ключевых особенностей их игр всегда был технологический прорыв. А какой лучший способ сделать это сегодня? Создать идеальную игру виртуальной реальности. Valve начинает тесно сотрудничать с технологической компанией HTC для разработки очков виртуальной реальности HTC Vive, что позволило им лучше познакомиться с программным обеспечением и технологиями. Также студия работает над улучшением движка, и как это вводится, наработки обкатываются в других проектах, прежде чем применить их на флагмане. На протяжении пяти лет игровой движок совершенствовался и адаптировался к работе в синергии с виртуальной реальностью. Таким образом, в 2015 году появляется движок Source 2, а через год показывает проект под названием The Lab для шлемов виртуальной реальности, связанной с миром Half-Life. Оценив потенциал, в 2016 году втайне начинается разработка нового проекта. Было задействовано около 80 разработчиков, что было самой большой командой разработки в истории студии. Все тайное становится явным, и в ноябре 2019 года компания Valve анонсировала игру Half- Alyx — эксклюзив для виртуальной реальности. Анонс вызвал большой интерес, и продажи VR-шлемов значительно выросли. Релиз проекта состоялся в марте 2020 года, но прежде чем надеть очки виртуальной реальности, рекомендуем пройти Half-Life 2 эпизод 2, чтобы лучше понять концовку. События игры разворачиваются перед событиями второй халвы и рассказывают историю Алекс Венс, которая сражается с силами Альянса в Сити-17 и пытается раскрыть секрет супероружия Альянса, спрятанного в хранилище. Вскоре она выясняет, что загадочное хранилище было создано для содержания внутри некого пленника. Изначально Алекс предполагала, что это Гордон Фриман. Однако, когда героиня попадает внутрь, она обнаруживает, что это Джимен. Этот солидный человек, предлагает Алекс спасти своего отца, Илая, от советника в будущем. В обмен на это он забирает саму Алекс и помещает ее в стазис. Ну а сцена после титров переписывает концовку второго эпизода второй халвы. Советник убит, Илай жив, Алекс пропала, а Гордон с верным ломом отправляется навстречу новым приключениям. Игрокам предстоит использовать свои VR-шлемы для взаимодействия с окружением, решения головоломок и борьбы с врагами. Геймер может манипулировать внутриигровыми объектами в виртуальной реальности, например, открыть холодильник и взять продукты, или открывать шкафчики, расталкивая и раскидывая их содержимое. Главная героиня под управлением игрока способна даже взламывать технику пришельцев с помощью специальных устройств. В игре большое внимание уделено головоломкам, которые решаются с помощью окружения. Некоторые головоломки требуют использования перчаток для притягивания и перемещения предметов, что напоминает гравитационную пушку из Half-Life 2, а также с их помощью можно взаимодействовать с электрическими схемами. Механика притягивания требует некоторого привыкания, а потом без нее уже не обойтись. Присутствует много боевых эпизодов, где игроку предстоит сражаться с врагами, такими как хаткрабы, зомби и солдаты Альянса. Алекс использует пистолет, дробовик и пистолет-пулемет. Вооружение можно улучшить на станциях, используя смолу. Half-Life Alyx отличается впечатляющей графикой и детализированным миром. Город Сити-17 воссоздан с огромным вниманием к деталям, что позволяет игроку полностью погрузиться в атмосферу игры. Игровой мир наполнен хоррор-элементами, напряженными боями и уникальными ситуациями, создающими ощущение присутствия. Можно выбирать разные способы перемещения, включая плавное передвижение и телепортацию. Half-Life Alyx получила широкое признание и положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. И считается одним из лучших примеров использования VR в видеоиграх, подвинув Resident Evil 7. Критики отметили, что игра показала, на что действительно способна VR-технология и установила новый стандарт для жанра. Механика взаимодействия с окружением, реалистичное управление оружием и погружение в игровой мир были отмечены как ключевые достоинства игры. Конечно, хвалили графику за ее реалистичность, детализацию и игру света и теней. И как же без критики? Пожалуй, самое основное – это ограниченность охвата аудитории, поскольку VR-шлемы не такая уж популярная опция у обычного игрока. Да и цена довольно кусачая. Складывается впечатление, что расчет был в основном на отбитых фанатов серии, которые побегут выкладывать свои кровные за новое недешевое оборудование и, собственно, на саму игру. Если смотреть с точки зрения игрока – это подстава от разработчика. А если смотреть с точки зрения разработчика, то таким образом происходит развитие технологий. Вспомните хотя бы мобильные телефоны, которые первоначально стоили как крыло от самолета, а потом стали доступны большинству. Надеемся, что и с VR-технологиями будет так же. Еще игрокам не хватило традиционного ближнего боя ломом. Справедливости ради, надо сказать, что на данном этапе развития технологии его еще рано применять, поскольку последствием может стать травма игрока и разнос квартиры. Игрокам не понравилось, что игра не продолжила сюжет Half-Life 2 эпизод 2. Многие игроки, ожидавшие анонса Half-Life 3, были разочарованы тем, что Алекс была приквелом. На данный момент Half-Life Alyx – последняя игра в серии. Да, у нее ограниченный охват, но при этом она была продана миллионным тиражом, что говорит о выборе верного пути технологического развития игровой индустрии. Проект задал новую планку, как это было и ранее. Первая Half-а предложила игрокам не только динамичные перестрелки, но и глубокий, связанный с игровым процессом сюжет, что было новшеством для жанра. А дополнения позволили взглянуть на сюжет с другой стороны и заполнить некоторые сюжетные дыры. Кроме этого, можно сказать, что именно Half-Life стал прародителем легендарной Контры и других проектов. Вторая Half-Life со своими эпизодами установила новый стандарт для шутеров от первого лица. Все благодаря движку, который выдавал впечатляющую графику и физику, а также более тесное взаимодействие между персонажами и развитие сюжета. Конечно, игровое комьюнити разочаровалось в отсутствии третьего эпизода, но, как говорится, время лечит. А буквально недавно в сети стала форситься информация, якобы Valve разрабатывает Half-Life 3 под кодовым названием HLX. Ходят слухи, что разработчики обещают ввести множество новых элементов в серию. Одним из ключевых изменений будет расширенное манипулирование гравитацией, которое будет затрагивать не только отдельные объекты, но и целые участки игровых локаций. Также обещают улучшенный и адаптивный искусственный интеллект у врагов. Это позволит им более эффективно реагировать на постоянно меняющиеся условия и действия игрока. Сюжетная линия вновь переведет игрока в загадочный мир зен, который станет важной частью повествования. Ожидается появление новых монстров и противников, а также возвращение знакомых существ из предыдущих частей. Интересно, что разработчики планируют сделать уровни более открытыми, с динамической сменой времени суток и погодных условий. Также есть предположения об использовании транспортных средств для исследования мира. Но будем откровенны, это только слухи, и возможно они даже не касаются Half-Life 3, а относятся к другим проектам Valve. Но все же не будем гасить лучик надежды на продолжение серии. Какая ваша любимая часть и почему? Ждете ли вы продолжения? Ваши мысли по этому поводу напишите в комментариях. А наша экскурсия подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал и жмите лайк. Текст читал Штигли. Играйте только в хорошие игры, ну или в те, которые вам нравятся.